Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Вилкова. И мы поговорим с вами о новой книге Дмитрия Борисовича Воденникова «Сны о Чуне». Дмитрий Борисович Воденников – блестящий поэт и прозаик, эссеист, ведущий многих программ и хозяин таксы Чуни, за приключениями которой уже несколько лет следит весь Фейсбук. Родился в 1968 году в Москве, окончил филологический факультет Московского государственного педагогического университета. Дмитрий Борисович Воденников в свое время был ведущим известных программ на радио, таких как «Записки Неофита», «Своя колокольня», «Воскресная лапша» на радио России и «Радио Культура». Его новая книга «Сны о Чуне» включает в себя очень много различных теплых и интересных моментов. В ней одинаково смешиваются как и смешные веселые приключения уже полуслепой, полуглухой собаки, ее общение со своим хозяином, так и ассоциации каких-то приключений Чуни с такими писателями и поэтами, как Маяковский, Чехов и так далее. «Сон» вместо предисловия. «Чуня», — говорит мой товарищ, зайдя к нам в гости и гладя Чуню, — «ты мне сегодня снилась. Мы гуляли с тобой по городу, ты бросилась в Москву реку, и рыба откусила тебе хвостик. Я повез тебя в клинику и забыл на остановке. Вот такие сны снятся людям про Жосефину Тауровну. Почему я не удивлен? Чуня полна тайны, которые я не хочу разгадывать. Она темный омот, в который мне лень глядится. Чуня — бермудский треугольник смысла. Чуня — сон. Поэтому она и спит полдня. Я тоже сплю, и мне снятся тревожные сны. От снов не защититься, их не избежать. Только записать. Вот я и записываю. Кто-то заметил. Главный звук, связанный с женщиной в литературе 19 века — шорох платья. Тогдашние женские наряды были ужасно шумные в силу особенностей ткани и пошива. Главный же звук, моего дома в зимнее время, звук шарика, роняемого в потолок. Что там бросают соседи себе в пол, мне неизвестно. Но я этот шарик слышу. Скок, скок. Пройдет минута. Опять скок, скок. Звук никого не беспокоит, кроме меня. Чуня невосприимчива. Она не слышит. Чуня забралась не под мое одеяло и спит. Обидно, но она давно спит не со мной. Но вот такой ее осознанный выбор. Забирается под чужое одеяло и спит. Если ее откопать, разозлившись, перетянуть одной рукой к себе, то она смирится, конечно, но уже через три минуты выползет, прокрадется вдоль меня, к изножью, перевалится через бархан-одеяло и опять пойдет опять не ко мне. И тогда ночью ко мне приходит кошмар. Это не из-за нее. Кошмар просто сам по себе. Знатая татарка когда-то научила, написал мне однажды человек, когда утром я о таком вот ночном кошмаре рассказал. Если страшный сон приснился, надо посмотреть в окно и сказать три раза. Куда ночь, туда и сон. А если совсем жуткий, то надо открыть холодную воду и шепотом рассказать льющейся воде краткое содержание сна. Ну и совсем проверенное, добавил он, сказать три раза. Сон к добру. Я в зависимости от тяжести сна применяю различные комбинации этих заклятий. А другой человек в комментариях написал, где-то читал, что кошмары помогают мозгу проводить капитальные ремонты. Чтобы отремонтировать компьютер, его нужно выключить. Полностью выключить нельзя. Ремонтировать включено и опасно, но он умеет включать нам отспенение ужаса на время и разобраться со всеми проблемами. Так что это полезно. Я ни разу холодную воду не открывал, ничего я не вышептывал, но в общую полезность дурных сновидений верю. В начале нашей совместной жизни с Чуней в полезных кошмарах принимала участие и она сама. Мне снилось, например, что я случайно выпускаю ее из машины, в которой нас везут, и машину нельзя остановить. Очень плотный поток. Чуней бежит в ужасном отчаянии за мной, а уже ничего не изменить. Она все дальше и дальше, ее почти не видно. Только черная точка на серой обочине. Итог, я просыпаюсь в слезах. Впрочем, теперь она в сновидениях не участвует. Отснились эти заполошенные сны. Должен кончиться и этот сегодняшний. Наступит утро, пора вставать. И тут Чуня снова любит меня. Она возвращается с чужой половины кровати и начинает ластиться ко мне, вилять хвостиком, играть. Прямо как щенок. На меня не обманешь. Я-то знаю, что значит, это Чуню пора кормить. Но сперва ее надо выгулить. Чуня, иди на лоток, говорю я. Я ее с детства приучила ходить на лоток с газетой. Это отдельная история. Как мы намучились, может, когда-нибудь и расскажу. Она плетется туда, к лотку, в сортир и останавливается на пороге. Иди писать, говорю я. Щелкаю пальцами. Это последний сигнал. Она его собственно и ждет. После этого она заходит и потом стоит с тупым видом, как-то будто думает. О чем она думает? О диких прериях? О косуле? О лисе? О своей женской доле? Если ты сейчас не будешь писать, я дам тебе по заднице, кричу, потеряв терпение из кухни я. Вообще, я кричу грубее. Но будем считать, что по заднице. Жизнь груба, это еще не Нина Заречная отметила. Наша жизнь грубее втрое. Собачка у меня странная, с придурью, инопланетянка. Но, собственно, за это ее и любит мир. А она его нет. Она никого не любит. Мы будем сегодня читать Гоффмана, спрашивает снизу она. Будем, отвечаю я. Но сперва мы помоем тебе лапы. С этими словами я поднимаю ее на руки, несу в ванную, ставлю в ванну и мою ей лапы и хвост. Чуня не любит воду, поэтому она на страже. Но утопление собачки временно откладывается. Уф, пронесло, думает Чуня. Потом я вытираю ее полотенцем и, опустив на все четыре стороны, собираю газету в комок и отношу мусор. Чуня, отпущенная на все четыре стороны, всегда выбирает одну. Идет обследовать темную зимнюю кухню. Чуня, говорю я, кстати, мы забыли тебе закапать глаза. И тут Чуня бежит. Из темной кухни, через коридор, стукаясь о предметы, она же слепая, мимо табуретки и обуви, в комнату, туда-туда, в спасительное тепло, пробегает половину освещенного торшером угла кровати и прыгает в полежку. Причем прыгает, не добегая, прыжком оленя. Одним прыжком яростного живого существа, спасающегося от тигра. И что любопытно, всегда попадает. В детстве было скучно, когда дождь, когда гроза нет, не скучно, я ее любил. А вот когда зарядит на несколько дней, мелкий такой, то пойдет, то перестанет. Вот это скучно, особенно на даче. Сидишь, томишься, смотришь в окно, тикают часы, шелестят старые газеты, бьется муха о стекло, смотрит со стен три медведя с картинки. Придет соседская собака, белка, запахнет в комнатах мокрой псиной. Мне нравится этот запах. Ну сколько с мокрой собакой поиграешь? Да и она не бескорыстна. Есть сахар? Нет. До свидос. Выдешь ее провожать во двор, в заросли сирени или в лесок. Чав-чав, чавкают резиновые сапоги. Кап-кап, капает сирени или с леска над дождевик. Белка убежала, махнула на прощание хвостиком. Прощай, неудачник. У меня таких, как ты, на каждом участке. У них есть сахар. Ужасная тоска. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Перед вами книга «Сны о Чуни». И, судя по обложке, там должно быть о собаке. Забудьте про обложку, забудьте про собаку и наслаждайтесь поистине душевными историями. Нет, о собаке, такси Чуни, там тоже будет. А еще будет о Тургене, Бунине, Бродска, Махматовой, Мерлин Монро, Маэми, Чехове, да еще много о ком. Спросите, что их объединяет? Собаки, конечно же. А что будет о них? Интересные факты, моменты жизни, зарисовки, фрагменты. И все это так гармонично читаешь и на душе тепло. Временами и грустно, и смешно. Все как в жизни. Я, конечно, была наслышана, что книга задушевная, но не думала, что мне в ней будет настолько уютно. Рекомендую. А если у вас есть собака, читайте обязательно. Тексты Дмитрия Воденникова – это завораживающие сочетания прозы и поэзии, переплетения снов и действительности, переходы от рассказов о себе к рассказам о жизни и творчестве писателей и поэтов. В книге есть бытовые зарисовки из жизни такса и ее хозяина, заметки о творчестве и экскурсы в историю. В снах о Чуни, как и во всем творчестве Дмитрия Воденникова, привлекает, с одной стороны, их приближенность к реальности, а с другой стороны, выхода за пределы этой реальности и поиски в ней иных смыслов. Собачка у меня странную, с придурью, инопланетянка, но, собственно, за это ее и любит мир. И сны у Чуни удивительные. Такое же она получилась на иллюстрациях с графикой Арины Обух. И книга получилась добрая, с юмором и долей самоиронии. «Этой невероятной книги я могу петь только о до любви. Давно я не читала такие душевные и теплые истории. И в хорошем смысле это совсем не то, что ты ожидаешь, когда видишь обложку и открываешь книгу. До этой книги я была незнакома с его личностью и творчеством, но сны о Чуни побудили меня поближе познакомиться как минимум с его прозой, обязательно буду читать дальше». А сейчас не скучно. Это меня всегда удивляло во взрослых. Сидят и в дождь, лото там раскладывают или чай пьют. Попили чай, поспали, поспали, телевизор посмотрели, обсудили Брежнева, как их печаль не берет. Пахнет из старого шифонера духами красная Москва и тройным, бабушкиной пудрой и тленом. Посидишь в бабушкиной комнате, посмотришь полчаса на плачущий сад за окном, опять пойдешь через мекающего Брежнева во двор, там траншея. Это только в жаркие дни она траншея, а когда наполняется водой – могила. Вот мышка в ней утонула. Если очень повезет, то целая белка, только уже настоящая, оскалилась мордочкой, сама жалкая, худая, как ее смерть мокрая. Быстрая белка, где твоя юркость? Но когда наступали хорошие дни, я выходил с сестрой ловить ящериц. Но, конечно, это не мы ловили. Двое соседских парней, вообще-то им было лет по 13, но они мне казались ужасно взрослыми, добывали нам сестрой этих быстроногих, зеленых и черных пресмыкающихся тварей. Ящерицы грелись на залитом солнцем фундаменте, и надо было изловчиться и их поймать за шею или за туловище. Если схватишь за хвост, раз, она его отбросит, извивается этот ужасный червяк, вызывая судорогу, отвращение. А сама жертва уже скрылась в широкой трещине. Не знаю уж, ненавидели ли нас раненые ящерицы с ампутированными хвостами, следили ли ненавидящими черными глазками за смутными гигантами, бегающими по дорожкам и цветнику, смеялись ли над ними цельно сохраненные товарищи. Но ящериц мы ловить любили. Даже строили для них замки из песка, но прежде всего оборудовали банку. Моя самая памятная ящерица тоже прошуршала и исчезла, но сперва банка. Да, для нее была оборудована банка, я говорил, высокая из-под венгерских соленых огурцов. Банка была вымыта душистым мылом и сияла на солнце. Туда, в эту прозрачную тюрьму, было напихано несколько камней, небольших, переливчатых, серых, чтобы ящериной царевне было привольно там жить. Накиданы туда веток. Предполагалось, что мы туда будем впускать пойманных мух и комаров. А чтобы они не вылетели и сама принцесса не ускользнула, отверстие банки закрывалось марлей для воздуха и обматывалось резинкой. Живи, не хочу. И вот первую ящерицу поймали. Это для сестры. Мальчикам она нравилась, понятно. Я тут был довеском, но я-то свои права знал. Теперь мне, теперь мне. Поймали мне. Это было чудовище. Огромное даже для своего отряда. Жирное нечто серого цвета. И вдобавок с хвостом земляного червя во рту. Он-то червяк ее, по-видимому, изгубил. Сидела она на припеке, жрала червяка, не услышала, как крадется соседний мальчик Андрюша, не увидел боковым зрением, что уже занесена рука. Хвать и попалась. Прямо с недоеденным обедом. Вообще, я думаю, это была не она, а самец. В общем, принцессой тут и не пахло. Поймайте мне другую, прошептал я, но дети жестоки. Их ждал обед. Вкусная вареная картошка на дачной плите с газовым баллоном, присыпанная своим, прямо с грядки укропом. Масло на бутерброде, салат из редиски, сарделька и на десерт только что набранная миска клубники. В другой раз, сказали злые мальчишки, и убежали. А я остался со своим жирным серым принцем и червем. Все это, конечно, очень мило, но подъемный мост был неопущен не только для лирического героя стихотворения Мандельштама, но и для нас, ящерицей. И этот провал был сильнее наших сил. Это точно. Это как с любовью. Вот ты ждешь ее, все не находишь. И вдруг она пришла. И вроде взаимно. А вдруг сидишь напротив и понимаешь, зачем я здесь? Почему с этим человеком? Где я вообще? Мы с пойманной ящерицей смотрели друг на друга и понимали, что мести нам не быть. И выход был найден. Я немного ослабил резинку на банке и приоткрыл марлю. Ящерица-самет судорожно задвигала отвратительными пальцами по стеклу. По открывшись, потолок был слишком высоко. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Меньше надо было жрать, сказал я в банку. Тогда я пошел за камнями. Их было много. Мой неродной дедушка, который обеспечил нам эту незаслуженную генеральскую дачу, водил машину. Вот машина и стояла у ворот прямо на завезенной для этой стоянке гравия. Машина была Волгой. Гравия под ней было много. Я набрал несколько камешков и вернулся к ненавистной банке. Вшик, сказал первый камешек и скользнул в темницу. Жирная ящерица в ужасе забилась в противоположном краю. Дура, это путь к свободе. Почему я просто не перевернул банку? Не знаю. Наверное, в моей детской голове была мысль, что так нечестно. Почему честнее было добавлять по одному камню, открыв марлю? Для меня загадка. Но это было именно так. Дмитрий Воденников выпустил несколько дисков авторского чтения под музыку. Воденников «Не для всех», «Лайв» и некоторые другие. С 2013 года является клумнистом издания «Газета.ру». С 2016 журнала «Миллионер». Много выступает с лекциями об английской и русской литературе. В своей новой книге «Сны о чуне» Воденников как бы смешивает несколько разных жанров. Сначала мы видим приключения хозяина и его уже старой полуглухой, полуслепой собаки, которые то вызывают нежные чувства, чувства нежной улыбки, то доводят читателя практически до гомерического хохота. И в то же время просматриваются непосредственные ассоциации с такими писателями и поэтами, как Бродский, Маяковский, Чехов и многим другим. Книга иллюстрирована графикой великолепного молодого иллюстратора Арины Обух, которая тоже очень интересно показывает саму сущность собаки Чуни и всю логику ее взаимоотношений со своим хозяином. А вы читали книгу «Сны о чуне»? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok